Степан Бандера, я философ. Депутат Украинской Верховной Рады Ирина Фарион, представляющая Всеукраинское Объединение Свободы, считает, что власти недостаточно жестко обходятся с участниками событий на востоке Украины. Об этом Фарион заявила журналистам. Я бы действовала намного жестче. Я бы их просто стреляла, простите. Враг господствует на нашей земле. О чем можно говорить? Его нужно было гнать отсюда еще с 1654 года. Поэтому сегодняшняя реакция абсолютно адекватна. Но меры должны быть намного жестче. Наши люди положили свои жизни. Поэтому эти существа, которые ездят сюда, заслуживают смерти. Кстати, в медиасфере Ирина Фарион прославилась именно благодаря своим русофобским высказываниям. Но ее, как и членов Коммунистической партии Украины, считают не совсем самостоятельными в своих действиях. По мнению украинцев, и те, и другие своими неадекватными заявлениями играют на руку Кремлю. Курленка, красоня, как ты называешь? Миша. Ось про Мишу мы и поговорим. То есть, а насправді Миша, дядьки, это кто? А насправді Миша, это Михайлик. А если Миша жив бы в Англии, то он бы был Майкл, правда? А если Миша жив бы в Франции, то он бы был Мишель. А если он в Украине, то он, наверное, мое быть Михайликом. Я вам Миша подобаю, Майкл или Миша? Миша! Катастрофа! Либо проплаченная, либо неадекватная. Потому что те лозунги, которые она выбрасывает, очень часто, ответственный политик этого делать не может. Не нашлось сторонников у госпожи Фарион и среди обычных киевлян. Большинство считает, что наказывать сепаратистов необходимо исключительно в рамках уголовного законодательства. И только после того, как их вина будет доказана в суде. Так делать нельзя. Конечно, делать нельзя. Просто надо их судить по человеческим судам. Будем так говорить. Правосудие должно быть правильное. Что с ними делать? Они все, как по мне, должны привлекаться по статье «сепаратизм» и привлекаться к криминальной ответственности. По-другому тут просто быть не может. И нельзя изрекать таких слов, что кого-либо нужно расстреливать, с кем-то нужно расправляться. Нет, нас и так пытаются постоянно указывать на то, что мы бандеровцы, мы националисты, которые ненавидят другие народы. Нам нельзя этого делать. Мы, наоборот, мирные люди, которые хотят мира. И для себя, и для своих соседей россиян. Правильно сейчас приняли закон, что за каждое действие, которое выносит раскол и вражду между двумя народами, которые живут на территории Крым, должно наказываться. Это очень хороший закон, вчера принятый, но он снова же, скажу, запоздал. Кстати, запоздалый законопроект, принятый Верховной Радой, ужесточает ответственность за преступления против национальной безопасности, в том числе за сепаратизм. Отныне за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины будут наказывать лишением свободы, в некоторых случаях, до пожизненного заключения. Партия регионов и коммунистическая требует принять закон об амнистии, чтобы амнистировать сепаратистов. Турчинов ответил, что для этого не надо принимать закона. Все люди, которые добровольно сдадут оружие и очистят административные здания, не будут привлекаться к уголовной ответственности. Передают из Верховной Рады.